МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Международная комиссия по расследованию крушения Боинга МХ-17, летевшего над Донбассом летом 2014 года, публикует предварительный отчет. Минобороны России, в свою очередь, публикует данные радаров, противоречащих их собственным данным, выпущенным после крушения. 75 лет назад в оккупированной немецкими войсками Украине стали расстреливать евреев, цыган и военнопленных. В Абимяре погибло более 100 тысяч человек. Это «Настоящее время». Я Шахида Якуб. Здравствуйте. В США прошли первые дебаты двух главных кандидатов в президенты. Кандидаты от демократов Хилари Клинтон и республиканский претендент Дональд Трамп обсудили широкий спектр тем, отрасывая предвзятости полицейских и изменяя налоговой системы до кибератак на американские учреждения и войны с экстремистами. Не обошлось и без упоминания скандальных эпизодов в обеих биографиях. Так, Хилари Клинтон обвинила Дональда Трампа в том, что он не сделал достоянием публики свои налоговые декларации, на что Трамп обещал сделать это, когда Клинтон опубликует все свои имейлы, относящиеся ко времени, когда она возглавляла Госдепартамент США. После дебатов наш корреспондент поговорил с одним из участников, Дональдом Трампом. Вот что он ей сказал. Я считаю, что я выступил очень хорошо. Ты приходишь на дебаты, ты не знаешь, чего ожидать. Но уже опросы избирателей в сетях показывают, что я очень хорошо выступил. Сотни тысяч людей уже проголосовали за то, что я победил. Это о чем-то говорит? О том, как выступления обоих кандидатов оценили зрители, Виктория Купченецкая. Я Виктория Купченецкая. Я нахожусь в пресс-центре университета Хофстра в штате Нью-Йорк. Здесь буквально час назад закончились первые президентские дебаты между Хилари Клинтон и Дональдом Трампом. Дебаты продолжались полтора часа. Они были посвящены трем важным темам. Безопасность Америки, процветание Америки и направление, в котором Америка должна развиваться. Что касается политических платформ кандидатов, мы здесь много нового не услышали. Их положение мы слышали уже и раньше. Но вот что меня лично поразило, это та агрессивность, с которой сразу же начала дебаты Хилари Клинтон. Она перешла в наступление буквально на третьей-четвертой минуте после начала. И она пыталась представить Дональда Трампа как недостойную личность. Я об этом поговорила с Рудольфом Джулиани, бывшим мэром города Нью-Йорк. Я спросила у него, не показалось ли ему тоже, что Дональд Трамп как-то потерял концентрацию в самом начале дебатов. Рудольф же Джулиани считает, что это средство массовой информации к Трампу несправедливое. Особенно предвзято на этих дебатах к нему отнесся модератор дебатов Лестер Холл. Вот что Джулиани мне сказал. Это ваша субъективная предвзятая оценка. Я прямо вам всем медиа удивляюсь. Я страшно разочарован тем, как дебаты модерировал Лестер Холл. Я американец, и я ожидаю от СМИ определенного уровня этики и объективности. Лестер Холл сегодня вообще этого не продемонстрировал. Сразу после дебатов я вышла из этого в пресс-центры, и стала беседовать со студентами Ховстро Юниверсити. Клинтон, во-первых, у неё она много говорит то, что противоречит ей. Потом очень много скандалов там, где она увлечена во лжи. Да, и немногие её долюбливают. А что вот в чём проблема с Трампом? Почему не любит Трампа? Много можно об этом долго говорить. В основном в его высказываниях, в его какой-то, можно сказать, даже необразованности в каких-то моментах, очень резких высказываний насчёт определённых рас, насчёт женщин. Хочу напомнить, что будет ещё три раунда дебатов. Два раунда между кандидатами на пост президента США и один раунд между кандидатами на пост вице-президента США. Я Виктория Купченецкая, Сергей Гусев, из пресс-центра университета Хофстра в штате Нью-Йорк. Итак, большого скандала не получилось. Интересно то, что разные информационные источники представляют противоположные данные. Так, CNN утверждает, что победа за Клинтон. Её якобы поддержали 64% телезрителей, а Трампа лишь 27%. Влиятельное издание Times полагает, что дебаты закончились ничью. 49% у Клинтона и 51% у Трампа. CNBC публикует данные о убедительной победе Трампа. 63% против 37% у Клинтона. И, наконец, паблик-полоси-поллинг утверждает, что победила Клинтон. На неё стороне 63% телезрителей, а за Трампа лишь 24%. Далеко не так спокойно прошли теледебаты кандидатов в парламент Грузии. Кандидаты сошлись в рукопашном бою в прямом эфире. Политики Иракли-Глонти и Заза-Гладзе пришли в студию грузинского телеканала «Иберия» на предвыборные дебаты. Однако спокойного обсуждения они выдержались в 15 минут. После этого Агладзе бросил в Глонти стакан с водой. Ведущий попытался разнять дебоширов, но тщетно. Кандидаты в депутаты сошлись в рукопашную и усмирять их пришлось охране. Трансляция была прервана. Похожая драка произошла на прошлой неделе в эфире другого грузинского телеканала, когда объясняться на словах не сумели политики Вепхия Гургенишвили и Пола Атхаликов. Выборы в парламент Грузии состоятся 8 октября. Мы вернемся к предвыборной гонке в одной из наших следующих программ. Система здравоохранения в Восточном Алеппе и расправляется. Медперсонала не хватает, медикаментов тоже. Об этом в Женебе заявил один из сирийских докторов, работающих в Алеппе. Восточная часть города находится в блокаде правительственных войск. И именно по этим районам сирийская и российская авиации ведут бомбардировки. В блокадных районах остается еще до 270 тысяч человек. По словам доктора Абдурахмана Аламара, из-за постоянных обстрелов и бомбардировок по больницам и медпунктам в восточной части города осталось только 8 больниц и 30 докторов. Среди них только один акушер-гинеколог и только один педиатр. В городе острая нехватка медикаментов, самого необходимого, бинтов, расходных материалов для того, чтобы оперировать. Нет ортопедических материалов. В основном к нам поступают с травмами. Многим нужно накладывать гипс, а материалов нет. У нас заканчивается топливо. Его осталось только на 20 дней, а у нас 8 больниц, и оперировать без света мы не сможем. Мы работаем везде, в горах, под землей. Но нас целенаправленно уничтожают. Если так будет продолжаться, то мы достигнем нулевой точки. Не останется ни одной больницы и ни одного врача. Сирийская мониторинговая группа сообщает, что за последние 3 дня в восточном Алеппо погибли более 280 человек. Более 400 получили ранения. Среди них 61 ребенок. Как сообщает неправительственная организация «Врачи без границ», на отчеты которой ссылается ООН, за 6 лет сирийской войны 269 больниц были частично или полностью выведены из строя из-за бомбовых ударов или артиллерийских обстрелов. Напомню, что согласно международному праву, целенаправленно обстрелы на медицинские заведения считаются военным преступлением. На юге Ростовской области, в 100 километрах от украинской границы, завершается строительство крупной военной базы. Это один из нескольких новых военных объектов, возводимых, как утверждает Москва, для противодействия растущей активности НАТО у российских рубежей. О намерении воссоздать 150-ю мотострелковую дивизию, а именно она в 45-м штурмовала Рейхстаг, Россия заявила еще в мае. В рекордные сроки была возведена инфраструктура для размещения 10 тысяч человек на трех полигонах Ростовской области. Заканчиваются отделочные работы в последних трех общежитиях. Производятся пусконаладочные работы по инженерным системам жизнеобеспечения. В ближайшее время военный городок будет готов к размещению личного состава. Уже назначен командный состав частей подразделений, идет их комплектование военнослужащими и контрактниками. В состав нового соединения войдут три мотострелковых танковые и зенитные ракетные полки, а также полк самоходной артиллерии. С октября дивизия начнет получать вооружение и военную технику и будет полностью сформирована к концу года. Тем временем на востоке Украины продолжается подготовка к отводу военных и военной техники в трех населенных пунктах. Сегодня одну из таких точек разведения военных проверили международные наблюдатели. Из подконтрольных так называемой ЛНР районов станицы Луганской, они перешли на подконтрольную украинским властям часть города и вернулись обратно. Вооруженные силы стоят слишком близко друг против друга, буквально через мост. Гражданскому населению приходится проходить через позиции тяжело вооруженных людей. Эти позиции должны отступить назад. Отвод военных и вооружения от линии фронта на один километр будет проводиться в городах Золотое, Станице Луганской и Село Петровское с обеих сторон конфликта. Чтобы начать разведение военных, обе стороны должны обеспечить режим абсолютной тишины в точках отвода в течение семи дней. Сегодня пятый день с начала отсчета семидневного перемирия. Согласно отчетам наблюдателей ОБСЕ, взрывы и выстрелы были зафиксированы в Золотом и Станице Луганской, но дальше, чем точка разведения военных. Это настоящее время. Смотрите далее в нашей программе. Международная комиссия по расследованию крушения Боинга MH17, летевшего над Донбассом летом 2014 года, публикует предварительный отчет. Минобороны России, в свою очередь, публикует данные радаров, противоречащих их собственным данным, выпущенным после крушения. 75 лет назад в оккупированные немецкими войсками Украине стали расстреливать евреев, цыган и военнопленных. В Бабьем Яре погибло более 100 тысяч человек. Откуда и с помощью какого оружия был сбит Боинг, летевший над Донбассом летом 2014 года? На эти вопросы в среду должна ответить Международная комиссия по расследованию катастрофы. Следственная группа опубликует предварительный отчет о результатах расследования. На сегодняшний день установлено, что лайнер был сбит ракетой зенитного комплекса «Бук-Земли». Международная комиссия пока не говорит, кем именно была запущена ракета. Киев, Москва и представители так называемых республик на востоке Украины обвиняют в уничтожении самолета друг друга. Производитель зенитно-ракетных комплексов «Бук» российский концерн «Алмаз-Антей» накануне публикации доклада следователей сообщил, что на заводе найдены архивы радара, следившего в день крушения Боинга за воздушным пространством на востоке Украины. Никаких сторонних воздушных объектов поблизости от малазийского самолета радиолокатор не фиксировал. Исключение составляют два гражданских судна с номерами 1775, вот траектория его показана, и 4722, вот траектория его движения. Первое судно пересекалось с малазийским самолетом задолго до катастрофы, а второе судно в настоящий момент находится на расстоянии более 30 километров от него. До момента разрушения самолета наблюдаем отсутствие сторонних объектов. Минобороны России говорят, российские радары не засекали пуска ракет в районе крушения самолета на территории подконтрольной сепаратиста. Кроме того, в ведомстве настаивают, что украинские военные утаивают данные со своих радаров. Обращаю ваше внимание, что малазийский «Боинг» выполнял полет под контролем органов управления воздушным движением Украины и не мог не сопровождаться их средствами радиолокации. Все это говорит о том, что у украинской стороны должна быть информация о воздушной обстановке в районе крушения самолета, причем как от гражданских, так и от военных источников. Тот факт, что она до сих пор не обнародована, позволяет предположить, что место пуска ракеты, если это был БУК, находилось на территории подконтрольной вооруженным силам Украины. В Генштабе Украины утверждают, Киев предоставил всю необходимую информацию следствию. Все необходимые материалы для международных следователей. Украинская сторона, в том числе и Генеральный штаб, предоставил в рамках проведения этого расследования. Какие-либо комментарии до момента появления информации, официальной информации от следователей Нидерландов мы не даем. Всю имеющуюся информацию мы предоставляли представителям следственных органов Нидерландов. Это факт, который подтвержден. Новая информация, опубликованная Минобороны России, опровергает собственные заявления ведомства, сделанные сразу после крушения самолета. Напомню, что летом 2014 года российская Минобороны уже публиковала данные своих радаров. Тогда министерстве настаивали, что в небе рядом с Боингом находился украинский военный самолет. Российскими средствами контроля воздушной обстановки зафиксирован набор высоты самолетом украинских ВВС, предположительно Су-25, в направлении малазийского Боинга 777. Удаление самолета Су-25 от Боинга 777 составило от 3 до 5 километров. По своим характеристикам, Су-25 способен кратковременно достигать высоты в 10 тысяч метров. В состав его штатного вооружения входит ракета класса «Воздух-воздух» Р-60, способная захватывать и поражать цель на удалении до 12 километров, а гарантированно на дальности до 5 километров. Лайнер потерпел крушение 17 июля 2014 года в окрестностях города Торрес в Донецкой области Украины. Эта территория находится под контролем сепаратистов. Все 298 человек, находившихся на борту самолета, погибли. В Украину на мероприятиях 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра прибыли президенты Израиля, Германии, Венгрии и Европейского Союза. Во время немецкой оккупации Киева в 1941-1943 годах Бабьий Яр стал местом массовых расстрелов нацистами, евреев и цыган, и советских военнопленных. Только за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, там расстреляли почти 34 тысяч евреев. Всего в течение двух лет Бабьем Яре было расстреляно от 100 до 150 тысяч человек, две трети из которых составляли евреи. Мы попросили нашего корреспондента спросить у жителей Киева, что они знают о Бабьем Яре. Ой, боже, я ничего об этом не знаю, давайте я пойду дальше. 21, кажется, сентября 1941 года там было расстреляно около, я не помню точную цифру, но около 100 тысяч вроде бы евреев, а инзацгруппой, карательными отрядами СС. Яр, который, ну, всем в мире знаменит, что там расстреливали евреев. И не только евреев, расстреливали мною. Что там было массовое захоронение, убийство евреев. В Бабьем Яру? Ну, там евреев убивали немцев, например, это факт. Тысячи, сотни тысяч людей погибли, расстреляли просто. Поклали и туда. Ничего. Еврейских, да, всех людей. Знаю, что там было расстреляно много, причем это мирное население было, то есть и женщины, и дети. Уникальное место, будем говорить так, то есть место там, где были захоронены еврейские семьи, было очень много расстреляно, погребено и тому подобное. Скидывали людей, убивали. В основном евреев. Насколько я помню, было время Голодомора. Там погибло много людей. Но всех тонкостей не помню. Главным центром Холокоста трагедии евреев в Европе всегда была Аушвиц. И задолго до того, как там стала работать машина уничтожения, на Украине людей просто расстреливали. В Ярах. Бабий Яр – это просто символ такого расстрела. Первый расстрел в Бабьем Яру произошел ровно 75 лет назад, 27 сентября 1941 года. В урочище свезли 752 пациента местной психиатрической больницы. Бабий Яр – мир знает, как место массового уничтожения советских военнопленных и гражданского населения. Главным образом – евреев, а также цыган. И только в этом году в урочище установили памятник погибшим Ромам – чугунную повозку. И вот бабушка поехала, пошла, когда не ехала, пошла просто на рынок что-нибудь купить. И мама ждала-ждала, она не вернулась. А тогда же стали соседи друг к другу, говорят, там вот цыган хватали, евреев хватали. И всех бабин Ярность убивали. Боль утраты не утихает даже спустя десятилетия. Раиса Набаранчук потеряла в этой трагедии свою бабушку. Ее мать провела остаток войны, скрываясь в подвале у соседей. Сама Раиса родилась в 43-м уже через два года после начала расстрелов. Когда родители рассказывали об этом, то, конечно, они плакали, а вместе с ним и мы плакали. А вот фотография моего брата, старшего Леонида, который пережил бабин Яр, остался жив. На выставке в Киеве Раиса Набаранчук представила многие семейные реликвии, но с особой любовью она рассказывает про бабушку и ее шаль. Признается, как только ее надевает, сразу хочется танцевать. Эй, ты дорогая! На зло смерти. Он для нас дорогой, потому что это бабушкин. Ну, от него какой-то уйдет запах родной, наверное. Глаза у нее добрые. Это накануне, наверное, войны. Она как будто что-то предчувствовала, что-то в нее было какое-то... Сердце подсказывало, что ох, беда будет. Оно так и случилось. После войны советские власти нечасто говорили о трагедии в Бабьем Яру. Этот монумент установили лишь в 76-м. Родители Раисы Набаранчук присутствовали на его открытии, однако памятник погибшим цыганам появился только в этом месяце. Этой больнице в Украине ждут тысячи больных детей. Ждут и, не дождавшись, умирают. Так продолжается уже 4 года. За это время власти неоднократно обещали открыть больницу Ахмадет. Киевский долгострой превратился в не столько социальный, сколько в политический и коррупционный проект. А больные дети тем временем умирают, не дождавшись операции при пересадке костного мозга. Их в Украине пока не делают, а у Ахмадета появился новый директор. Сегодня от безысходности через Фейсбук он вынужден искать коллектив и бесплатный офис, чтобы взяться за возведение больницы стоимостью почти 130 миллионов долларов. Госкомпания, которую обязали заниматься Ахмадетом, на грани банкротства, а правительство не спешит строителям помогать. Кто наживается на детском здоровье и кому выгодно затягивание стройки, разбиралась Юля Горчева. Жизнь трехлетнего Владика на волоске. У мальчика смертельное заболевание, а пластическая анемия – это когда кровь становится как вода. Спасти его может лишь пересадка костного мозга. В нашем случае поможет только трансплантация от неродственного донора. В Украине, к сожалению, не делают таких операций. Родители собирают деньги на операцию за границей, но сделать ее могли бы и в Украине. Вот в этом разноцветном корпусе, который Владик видит из окна своей палаты. Его должны были открыть еще три года назад, но пока это только стройка. Недавно тут появились рабочие. Впервые за два года. Правительство, который раз пообещало суперсовременную больницу, скоро достроят. Только вот медики и родители таким заявлениям уже верят неохотно. Ведь подобное слышат не первый год. Мы обязательно достроим Ахмадед. Это Николай Азаров обещал еще в 2012-м, а через год деньги закончились. Стройку забросили на два года, а теперь научные сотрудники решили проинспектировать здание. Результаты проверки шокировали. Часть корпуса придется переделать. Мы сейчас на крыше недостроенного Ахмадеда. На первый взгляд, крыша как крыша. Но на самом деле она уже пришла в негодность. Посмотрите, она вся пошла пузырями. Эти пузыри повсюду лопаются. И кровля уже не выполняет свои основные функции. Она не защищает здание от влаги. Когда идет дождь, на всех 13 этажах лужи. В итоге крышу демонтируют. Помимо нее придется менять еще и пол. На всех этажах. На очереди проверка фасадов. Они почему-то выпадают. Предыдущая команда строителей сэкономила на крепежах. Посмотрите, здесь отверстие для болта есть, самого болта нет. Здесь два, а здесь вообще пусто. Строительством Ахмадеда занималась компания Укрпрофмед. Мы пытались связаться с главным инженером фирмы, но он целую неделю отправлял нам смс-ки, что занят. В офисе компании двери нам не открыли. Не захотела общаться с журналистами Ирина Коваль. Она возглавляла Укрпрофмед, когда строили то, что сейчас в буквальном смысле рассыпается. Компания Укрпрофмед как раз ассоциируется с другими компаниями команды Януковича. Это юрист общественной организации, которая уже почти год контролирует возведение Ахмадеда. По ее словам, в прошлом году Ирина Коваль организовала следующую схему. Тогда она возглавляла госкомпанию Укрпроект Буд, которую Минздрав делегировал руководить долгостроем. И когда из бюджета выделили 20 миллионов долларов исключительно на стройку Ахмадеда, четыре из них Ирина Коваль, по данным полиции, тут же незаконно перевела насчет компании, которую ранее возглавляла, якобы погашая долги. Погасила эти долги, не имея такой графы в паспорте бюджетной программы. После этого Коваль уволили. И вместе с еще двумя руководителями стройки времен Януковича привлекли к уголовной ответственности за отмывание денег и завышенную стоимость смет. Честно строить Ахмадед и вообще любой проект в Украине в сто раз сложнее, чем делать его нечестно. Это новый руководитель строительства в Ахмадете. Он пообещал быть оригинальным, строить больницу честно. Только, говорит, когда брали на работу, Минздрав не предупредил его, в каком состоянии достается госпредприятие после Ирины Коваль. Ты приходишь на предприятие, у тебя нет помещения, все люди дома, об этом никто не сказал. О том, что у меня 4 миллиона долгов, никто не сказал. О том, что счета все арестованы, никто не сказал. О том, что впереди ближайшие 5 месяцев дохода ноль, никто не сказал. Вопрос, а с чего мне команду новую приводить? Его предприятие на грани банкротства. У них нет денег ни на зарплаты, ни на офис. Дважды Шутовский в Фейсбуке искал помещение для коллектива, где бы их бесплатно приютили. А пару дней назад выложил на своей страничке еще и вакансию. Собирают команду энтузиастов-строителей. Много денег тут не заработаете, но славу и работу над самым нужным в стране зданием гарантирую. Чтобы полноценно приступить к стройке и раскрутиться, компании необходима финансовая поддержка, хотя бы в долг. Но в кабинете министров считают, что новый руководитель обязан сам со всем справиться. У нас амбициозный молодой руководитель, который понимал, когда шел на конкурс, на что он идет. Что это объект национального уровня, и было понятно, что человек будет сталкиваться с определенными трудностями. В итоге деньги на само строительство есть, а на работу строителей нет. Власть дает понять, что эти проблемы их мало интересуют, поэтому старт масштабных работ в новом корпусе Ахмадета постоянно откладывается. Руководитель проекта надеется, если ближайшие месяцы стройку все-таки запустят и в дальнейшем перебоев с финансированием не будет, детскую больницу откроют только через три года. Юлия Горичева, Андрей Лысак и Александр Бевс. Настоящее время. Киев. Гостиница для жертв насилия открылась в центре Махачкалы в Дагестане. Впрочем, гостиницей ее назвать сложно, так как это четырехкомнатная квартира. Туда попадают девушки, часто это бывшие воспитанницы детских домов, или женщины, подвергающиеся насилию со стороны своих мужей. За пять с половиной лет работы приюта пристанище там нашли 36 женщин. Подробнее Хали Домаров. Чувствовала все время себя униженной, оскорбленной. Перед своими детьми что угодно мог мне говорить. 30-летняя Патимат, имя изменено в целях безопасности героини, пережила столько унижений и страданий в двух браках. От первого мужа у нее трое детей. Во второй раз она вышла замуж за мужчину, у которого уже было семеро детей. Как рассказывает Патимат, муж не принимал ее дочерей, всячески ущемлял их, да и ее особо не жаловал. Выходом из сложившейся ситуации стала эта социальная гостиница для бывших воспитанниц детских домов. Попадаются такие, которые тоже издеваются на эти женщины, они говорят, ты же зорота, куда ты пройдешь, потерпи. За символическую сумму в размере 3000 рублей в месяц девушки обеспечивают себя не только крышей над головой, но и четырехразовым питанием. Кроме того, с только прибывшими женщинами работает психолог. А еще их обучают навыкам шития, чтобы в дальнейшем они могли зарабатывать себе на жизнь. Мы хотим, чтобы не была хоть какая-то специальность, какие-то навыки были. И вот девочки просто ровные строчки учатся шить. За пять с половиной лет существования этой гостиницы здесь спаслись от террора своих мужей 36 женщин-сирот. На сегодняшний день в приюте проживает трое женщин, но страх перед бывшими мужьями не позволяет им даже мельком попасть на камеру. И как считает адвокат Арсен Магомедов, Как ни печально, но обиженные женщины сегодня в Дагестане в основе своей не могут получить помощь в специально созданных государствами институтах. Если, допустим, в полицию придет человек в костюме с галстуком с адвокатом, или просто в костюме с галстуком, высока вероятность, что он добьется того, что он хочет. В отличие от бедной женщины в плохом виде, в плохой одежде, ее, скорее всего, будут держать там, мучить, футболить. Возможно, это и есть одна из причин, по которой мужчины могут смело обижать своих жен, зная, что за это их никто не накажет. Однако Дагестан – это республика, где в основном проживают мусульмане, а согласно исламу на женщин нельзя поднимать руки. Ислам также отвечает любое унитение, унитение постороннего человека, и тем более унитение своей родной женщины. Если же кому-то лечено какой-то вред, то это обязанность мусульманам, оказывая помощь. Неравнодушные дагестанцы, которые хотят помочь сиротам, подарили райисад Османовый участок для строительства учебно-производственного центра «Родной очаг», который включает в себя и социальную гостиницу для женщин. Проект будущего здания уже разработан, но нужны спонсоры. Халид Амаров для настоящего времени. Коллекция современного искусства, собранная всемирно известным рок-музыкантом Дэвидом Боуи, выставлена в Нью-Йорке. В ноябре эти экспонаты уйдут с молотка на аукционе «Суаппись». Подробности в репортаже Алена Островская. Более 350 произведений современного искусства, собранных Дэвидом Боуи, будут выставлены на аукцион «Сотбис» в ноябре. Перед тем, как уйти с молотка, коллекция демонстрируется в различных галереях мира. В понедельник экспонаты добрались до Нью-Йорка. Один из главных лотов – монументальная работа американского неоэкспрессиониста Жанна Мишеля Баския «Власть воздуха». Боуи называл ее воплощением духа рок-музыки. С художником его связывала долгая дружба. В отношении таких значимых произведений искусства организаторам торгов хотелось бы подчеркнуть их собственную ценность, говорит эксперт «Сотбис». Не стоит оценивать работы только потому, что они принадлежали кому-то. Многие важны сами по себе, как прекрасные образцы искусства, и они просто великолепны. Ну а каков окажется эффект Боуи, мы узнаем на торгах. На выставке представлены работы авангардиста Фрэнка Ауэрбаха, одно из вращений круглых полотен Дэмиена Хёрста и картины других прославленных британских новаторов. Вообще коллекция Боуи выглядит удивительно пестрой. Многие из произведений не представляют большой ценности сами по себе, но собранные вместе они демонстрируют своеобразный срез эпохи. Общую стоимость всех лотов аукционный дом оценивает почти в 20 миллионов долларов. На этом мы и завершаем наш сегодняшний выпуск. Я Шахида Якуб и команда «Настоящее время» прощаемся с вами до завтра. Редактор субтитров А.Семкин